Всем привет, мои хорошие! Я иду в магазин. Сегодня отличная погода. На улице 25. Вчера было еще жарко. А сегодня уже так неплохо. Вот. В общем, уже не так жарко, и это хорошо. Я решила немножечко пройтись тут по воздуху. Получить удовольствие. От прогулочки. Хочу купить продукты. И что-нибудь вкусненькое хочу приготовить. Вот я думаю, может быть перчик фаршированный сделать. Мясо надо будет перемолоть. Лучше все-таки брать мясо отдельно и самим молоть. Тогда оно будет вкуснее. Но я посмотрю, что будет в магазине. Может быть еще что-нибудь другое придумаю. Ну все, сейчас пойдем посмотрим. Фу, девочки, пришла я с магазина. Опять притащила полные сумки. Но я не могу иначе. Вот у меня, мне надо обязательно набрать полные руки. Чтобы по рожняку мне ходить, да. Что я там набрала, сейчас скажу вам. Так, хлеб я взяла. Аютинский отрубной. Я взяла активию. Активия была по акции. Я ее беру. Хотя у нее там срок годности еще очень длинный. Взяла девочки мюсли. Решила попробовать. А тоже мюсли по акции. Кстати, посмотрела, срок годности у нее еще длинный. Там еще целый год. Но только в запечатанном виде. Оказывается, после вскрытия 14 дней срок хранения. Ну, так как я все время обычно ем овсянку. Последнее время вот запеканку ела на завтрак. Думаю, попробую мюсли. Может понравится. Взяла две баночки кофе без кофеина. У меня уже заканчивается. И когда вот это кофе по акции, так-то оно стоит 356, по-моему, или 359 по акции, 199. Очень хорошая скидка. И я беру сразу с запасом. Кофе без кофеина. Вот днем я пью. Так, взяла еще сметанку. Сыр я российский беру. Красная цена. Мне он нравится. Взяла бананы. Нектарины. Я уже недавно их брала. Они сладенькие такие, вкусные. Мне понравились. Я их взяла еще. Так, ну, этот компотик, это так на всякий случай, когда компот варить некогда или не планирую. Бывает, я этот компот пью. Взяла шоколадку вот такую. Мне нравится бабаевский шоколад. С цельным миндалем. Но он вкусный. В то же время орешки, миндаль очень полезно есть. Так, мешки для мусора. Бананы. Взяла еще мясо. Говядину, свинину. Так, взяла яблоки. Морковка, свекла, капуста. И взяла болгарский перчик. И сейчас я буду готовить перцы фаршированные. Ну, девочки, разделала я мясо. Половина мяса в морозилку положила. И вот это мясо я как раз перемолю сейчас с лучком. И сделаю свой собственный фарш. Все, фарш я перемолола. Соль, перец добавила. Рис промыла. Это надо будет соединить. И перчики. Вот такие вот небольшие перчики среднего размера. Я их выбирала специально. И сейчас я их вот так вот просто раз и очищу. Вот так вот. Вы тоже так делаете, девчата? Или вырезаете как-то? В общем, вот так вот все сейчас почищу. Ну, вот и все. Перчики я подготовила. Фарш я помешала вместе с рисом. Осталось только начинить перчики. Я их сегодня готовить все не буду. Я приготовлю только столько, сколько мне нужно. Ну, несколько штук. Остальные я хочу просто заморозить. И потом готовить уже свежими. Потом к дочке поеду еще угощу. И ее мы там вместе покушаем, еще сварим. В общем, я решила заготовить немножечко. Замороженое же продает, продает. Ну, и что, я тоже могу заморозить. Девочки, если кто-то делает как-то по-другому, может быть, у кого-то другой рецептик есть, поделитесь, пожалуйста, своими рецептами в комментариях. Это будет и мне интересно, и моим подписчикам тоже. У кого есть вкусные рецепты, делитесь, не стесняйтесь. Ну, все, вот так вот я и продолжу. Ну, вот и все. Все перчики я начинила. Вот это я заморожу, поставлю в морозилочку. А себе я вот сварю немножко. Мне, кстати, фарш еще остался. Я достала два перчика, которые отличаются от всех остальных. Но ничего, зато у меня весь фарш ушел, который я предназначала именно для перцев. Вообще, у меня еще остался фарш в морозилку положила, и мясо осталось. В общем, у меня хороший выход получился. Ну, все, сейчас вот сюда налью водички немножко, чтобы прикрыла, и пусть кипит. Потом добавлю томат, зелень, немножко соли по вкусу, и буду варить до готовности. Ну что, перчики мои варятся уже минут 20. Сейчас я закину туда томат, соль, перец и лавровый листик. Можно томатную пасту, но у меня есть помидоры, я положила помидоры. Вкусная соль, как всегда. Ну, потому что она еще и с зеленью, вкусненькая. Чуть-чуть перца. И в самом конце я уже туда положу зелень. И все. Ну, вот и готово мое блюдо. Пришло время обедать. И сейчас я буду это все пробовать, буду есть. Ну, я не сомневаюсь, что все это вкусно. Девочки, возьмите, попробуйте тоже. Девочки, я перец сфаршированный поела и сказала вам, что это обед. Я глянула на часы, а уже 6 часов вечера. Это был не обед, это был у меня уже ужин. Короче говоря, перец очень вкусный, обалденный. Сделайте. Кому для разнообразия очень хочется перца. В общем, что я вам хочу сказать. День подошел к концу. И я сейчас лежу и смотрю сериал «Ловушка». Американский сериал, там 12 или 16 серий. Но я его уже второй день смотрю. Девочки, прикольный очень сериальчик. Посмотрите, кто не смотрел. Ну, такой прям интересный. Знаете, я люблю, когда вот включаешь сериал, начинаешь смотреть и думаешь, когда будет развязка, когда будет развязка. Очень интересно. Что я сейчас делаю? Я же вам не показываю. Это масочка. Тонизирующая маска для лица с витамином С. Энергия. Это от Фаберлик масочка. В общем, думаю, пока я сейчас буду лежать и смотреть сериальчик. Я вот такую тканевую масочку сейчас. Ой, прям с ней капает даже. Я ее сейчас на лицо положу. И буду лежать, балдеть с масочкой. Че зря, че зря лежать. Правильно? Надо же с масочкой полежать. Вот. Ну, в общем, хочу вам сказать, что вот так вот мой сегодня день и прошел. Я, честно говоря, очень устала. В общем, вроде бы, казалось бы, ничего такого особого не сделала. Сходила в магазин, притащила полные сумки продуктов. Мясо разделала, перемолола фарш. Начинила перчик. И, в общем, перчик этот вот приготовила. В общем-то, в общем-то, и все. Я больше сегодня ничего и не делала. Но я очень устала. Поэтому я готовлю редко вот такие трудоемкие блюда, где нужно там перемолоть, то сделать, то сделать. В общем, я устаю очень от таких, в общем-то, блюд. Но иногда хочется чего-то эдакого сделать, знаете, и прям поесть, удовольствие получить. Кстати говоря, девочки, у кого-нибудь, если есть какие-нибудь интересные блюда из фарша? У меня еще фарш остался, я не весь его израсходовала. Я люблю домашний фарш. Ну, кроме там простых блюд, кроме тефтиль и котлет, кроме макаронов по-флотски. Может быть, какие-нибудь есть такие несложные, знаете, блюда? Я буду на вас смотреть, масочку надевать. Напишите в комментариях, поделитесь какими-нибудь рецептиками такими несложными, которые делаются быстро, легко и в то же время вкусно. Вот. Ну, вот и все. Вот сегодня день у меня вот так и прошел. И сейчас буду лежать и дальше смотреть сериал. Я его еще сегодня не досмотрю, я его еще завтра буду смотреть. Да, что еще я вам хотела же сегодня сказать? Так, 15 минут, 15-20 минут. Что еще хотела сказать? Сегодня я утром взвесилась, в общем-то, я взвешивалась, сколько, 4 дня назад. У меня было 87, а сегодня 79,8. То есть уже как бы у меня вес снижается. Но я уже, конечно, не балую себя пирожными, стараюсь поменьше есть. Таких сладостей, всяких углеводов. Вот. Пишите в комментариях интервальное голодание 16 на 8. Девочки, 16 часов я не выдержу. Если, допустим, ну, время удобное, допустим, с 6 до 10 утра. Если посчитать с 6 вечера, где-то я спать ложусь в 12, а то и позже. Если спать не хочется, я до часа бывает телевизор смотрю. Ну, я уже часа через 3-4, через 4 часа я уже буду очень голодная и приголодная. Мне обязательно захочется что-то съесть. Поэтому я такой большой интервал не выдержу. Мне просто проще, меньше углеводов, меньше жирного есть. Просто, в принципе, поменьше есть. В общем, короче говоря, где-то раздельное питание, где-то так, где-то эдак. У меня нет такой какой-то строгой диеты. Я просто стараюсь где-то, знаете, немножко меру знать. Если знать меру, то все прекрасно, все отлично. А вообще проблем никаких, знаете. Когда начинаешь безмерно там себя баловать чем-то. Вот баловать меньше, надо баловаться. Меньше баловаться будет хорошо, все будет приотличненько. Как я выгляжу, а? Ничего так, да? Вот. Ну, вот и все. Я так думаю, что если немножечко просто понаблюдать за своим питанием, баловаться, перестать, то вес должен снизиться. Мне, в принципе, можно вот несколько килограмм снизить, и будет все прекрасно, будет все отлично. В общем, проблем никаких не будет. Вот. Ну, все. Я с вами не прощаюсь еще. Я могу вам сказать спокойной ночи. Завтра увидимся. Доброе утро, девочки мои. И сегодня хороший день. Солнечный. Тихо. Ветерочек едва, едва шевелит листики. Ой, свежий воздух. Вот сейчас уже не такая жара. Свежий воздух. Прямо классно. На градуснике у меня 24. Люблю, когда 24-25 градусов. Так держится температура вот такая, недолго обычно. Но это такая комфортная температура, просто здорово. А проснулась я сегодня без 10-8. Хорошо бы выспалась, вообще отлично выспалась. Вот сейчас сижу кью-кофе. Девочки смотрела, я вчера смотрела сериал «Ловушка». Классный сериал, такой детективный. И он такой, знаете, экшен. В общем, быстро разворачиваются события, есть интрига. Ну, в общем, детектив, да. Фильм классный. И, в общем, посмотрела я 10-ю серию. И потом раз... На Иви, кстати, смотрела. Иви бесплатно выбрала сериалы. И потом раз, следующие серии по подписке. Ну, я сегодня найду в интернете, где бесплатно досмотреть этот сериал. Мне интересно, чем это все закончится. Вот так вот бывает на Иви. Это, кстати, второй раз, когда вот я смотрю-смотрю сериал, и уже остается, допустим, одна-две последние серии. И следующие серии по подписке. Что-то они придумали такое. Все равно же я найду, где бесплатно посмотреть. Зря они это придумали. Зря. Кстати говоря, я вчера забыла вам сказать, что я вчера ела. Вот за целый день. Я утром позавтракала запеканкой. Потом я ела свой куриный бульон с курочкой. И вечером уже я в 6 часов поела вот этот фаршированный перец. И, кстати говоря, я насытилась им так, что мне перед сном кушать не хотелось. Что удивительно. Обычно у меня перед сном все время какой-то жорчик просыпается. И мне все время хочется что-то съесть. Обычно я в это время всегда бутербродами все это, знаете, так заминала свой аппетит. Или, допустим, вот коктейль, который я уже фаберликовский вот этот пил. Он тоже, в общем, способствует, как бы заменяет ужин. А иногда мне спасало еще активия. Вот активию бутылочку выпиваю. И тоже вроде как хорошо. Вот, ну, ничего. И вчера вечером уже после ужина я не ела. Не хотелось мне. Я поймала себя перед тем, как спать ложиться, поймала себя на том, что мне ничего не хочется. Это здорово, это классно. Но это потому, что я очень, как бы сказать, сытно поужинала. Поужинала в 6 часов. Сейчас время без 15.09 уже. Ну, в общем, через час я позавтракаю. А еще, может быть, снижает аппетит вот это вот очищение, которое от фаберлик я брала. Я вам говорила, да. Ну, я выпиваю по 2 вот эти вот таблеточки в день. И надеюсь, что это как-то поможет для очищения. И на следующий раз, я, кстати, вот уже когда допью, там следующее будет, будет второй этап. Второй этап, там уже другие капсулы тоже. Это вот первый этап у меня очищения. Второй этап уже там удержание калорий. Не удержание калорий, а, в общем, блокировка калорий. Вот второй этап, так называется. Ну, в общем, закажу. Пропью. Еще я вспомнила же, что у меня есть антицеллюлитный крем и антицеллюлитный скраб. Вот сегодня я буду купаться и как раз намажусь опять. Правда, я как вспомню, вот это вот красное все становится, печет. Но оно, правда, в течение часа проходит. Но какой-то дискомфорт. Поэтому этим средством часто пользоваться мне не хочется, например. Я не люблю себе дискомфорт, знаете, доставлять. Вот, ну, в общем, вот таким образом. Утро проходит, кофе пью сейчас пока что. Кстати, когда интервальное похудение идет. Там же, наверное, надо в интервал 16 часов вообще ничего, кроме воды, не пить. Но тут уже, извините, кофе я пью по утрам. И никуда я от этого не денусь. И буду пить. Ну, посмотрим, что будет. Девочки, почитала я сейчас комментарии под видео о бессоннице. И там мне кто-то советует пропить курсом валерьянку. Спасибо, конечно, за совет. Но я вам хочу сказать, что, во-первых, у меня нерегулярно бессонница. Она у меня просто сейчас очень редко бывает. И я заметила, что бессонница, знаете, обычно у меня привычка осталась вот еще с работы. Когда я работала, работу свою любила, ценила. И у меня бывало, знаете, вот я проснусь среди ночи. И у меня, допустим, раз мысль так, что сегодня какой день, выходной, не выходной, на работу идти, не идти. Я жила в таком режиме экшен, знаете, вот как дочка моя сейчас, наверное. И у меня все время было какое-то такое, знаете, куда-то успеть, что-то сделать, что-то не забыть. В общем, вот такое все время. Из-за этого у меня часто, вот, знаете, если я проснусь среди ночи, если я вспомнила, что у меня какие-то незавершенные дела, и у меня начинает мозг об этом думать, и вот я просыпалась из-за этого, потом не могла уснуть. Но сейчас, в общем-то, вот когда я никуда не спешу, когда у меня нет такой необходимости, я в основном стала спать спокойнее. Но у меня вот на тот день, я же вам сказала, было незавершенное дело. То есть я знала, что мне утром нужно монтировать, и об этом я подумала, и уже хоп, и проснулась. Это один момент для бессонницы. А еще я вам хочу сказать, вот летом, когда жарко, я очень часто просыпаюсь от того, что, ну, мне душно, например, даже окна открыты, а под сплетом я спать не люблю. Это в редких случаях, когда уже и ночью прям жара. Вот, я обычно летом сплю меньше, чем в прохладное время года, например. Вот сейчас уже стало ночью прохладно, и я уже нормально сплю и нормально высыпаюсь. Вот, а по поводу пропить еще курсом валерьянку, куда еще пить? Вы знаете, сколько я сейчас вообще пью всякой всячины. Обычно я столько не пью всяких. Но это не лекарства, это все добавки. Но, тем не менее, жменями, извините, меня приходится пить. Ну вот, например, я пью аквадетрин. Это регулярно. На регулярной основе 3-4 капли куда-нибудь добавляю в пищу. Это вот каждый день. Притом круглый год. Но это совет врача. Это не от меня я придумала. Дальше вот я пью сейчас артру. Мне осталось ее пропивать еще где-то около двух недель. Курс два месяца. Вот курс уже заканчивается. Ну, тоже две капсулы в день. Я их пью. Кстати говоря, помогает. Ну, а теперь у меня добавилось еще вот это вот для похудения. Две штучки в день. И вот это вот тоже омега-3,6,9. Тоже на месяц. Тоже по две штучки в день пью. Так что к этому еще валерьянку добавить, девочки. Это будет перебор. Но вообще так разобраться, знаете, но рассмотрим рекламу по телевизору. И показывает, что вот это от печени, а это от нервов, а это от того, от всего. Я иной раз думаю, о, нужна бодрость. Значит, этот магний, B6. А еще там печень надо улучшить работу, восстановить клетки там какие-то. А еще там от того, от всего. А потом думаю, стоп-стоп-э. Куда? Куда это все? Не надо. Это все не надо просто. Не нужно это все. Брать и покупать, и пить не нужно. Но единственное, что вот эти вот добавки, это все вот эти все средства, которые я употребляю сейчас, они не являются лекарством. Это все пищевые добавки. Поэтому вреда не будет. Просто для улучшения общего самочувствия. Вот так вот. Ну вот. Я продолжаю читать ваши комментарии. А сейчас между делом пойду делать антицеллюлитный уход. Вот у меня такой скраб, фаберликовский скраб антицеллюлитный. И антицеллюлитный крем-скульптор, от которого краснеет потом кожа. Но это я уже проделывала. Я вам показывала. Так что сейчас я уже проделываю. Показывать не буду. Но, в общем, проделываю такую операцию для себя. Ну что, мои хорошие дела. Близится к вечеру. Вернее, уже вечер. Уже начало седьмого. Солнышко уже заходит. Скоро оно спрячется за здание. И все. И будет уже попрохладнее. У меня сегодня целый день был включен сплит. Ну, вернее, не целый день, но где-то вот уже с часу, когда солнце поворачивается сюда, было очень жарко. Но это уже последние теплые деньки, я так думаю. Хотя бывает еще и осень теплая очень. Но уже солнце не будет так сильно беспокоить. Сейчас я уже открыла окно. На улице хорошая температура. Окно уже будет открыто. День заканчивается. В общем, у меня осталось еще поужинать. Я думаю, ближе к 7 часам. Я съем свои фаршированный перец. Свои голубцы, хотела сказать. Фаршированный перец. И на этом все. То, в общем, думаю, больше я кушать ничего не захочется. Вот. Посмотрела я сегодня продолжение фильма «Ловушка». Оказывается, первый сезон, он заканчивается на 10 серии. А уже следующие серии называются «Второй сезон. Уловка». И я нашла в интернете и начала смотреть. Ну, хочу вам сказать, первый сезон мне понравился больше. Второй сезон, ну, немножечко. Ну, как обычно часто бывает, первый сезон всегда лучше. Вот. Ну, так, меньше понравился. Я его не досмотрела еще. Не знаю, будет желание досматривать или нет потом. Ну, в общем, на этом все. Сейчас я просто буду смотреть телевизор, наверное. А еще я хочу сейчас как раз-таки заняться монтажом вот этого видео. Поэтому я с вами прощаюсь. На этом видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok